Среднеразмерный седан BMW 326, выпущенный в 1936 году, стал безусловно первой успешной моделью баварского автопроизводителя. Со временем на его основе были построены также и другие немаловажные модели, благодаря которым ближе к концу 30-х годов 20 века автомобили, выпущенные со значком BMW, стали высоко цениться в Германии. Одной из передовых моделей, построенных на укороченной версии шасси 326, стал выпущенный в 1937 году среднеразмерный кран-турер BMW 327. 327 изначально выпускался только с открытым кузовом кабриолетом. Закрытая версия с кузовом купе появилась уже через год после начала выпуска модели в 1938 году. 327 был короче и ниже своего донора с кузовом седан, о которой, кстати говоря, было рассказано в прошлом выпуске канала. Гидравлические тормоза, коробка передач, сцепление и передняя подвеска были такими же, как у BMW 326. Задняя же балка, которая позднее также использовалась на BMW 320, была заимствована у спортивного BMW 328. На 327 устанавливался шестицилиндровый двигатель BMW M78. Заявленная максимальная скорость автомобиля с таким двигателем составляла 125 км в час. Кроме же стандартного двигателя, на модель также еще и устанавливался более производительный шестиклапанный движок с верхним расположением клапанов M328. Более мощные модели, обозначавшиеся как 327-28, означенные таким двигателем, выпускались только до 1940 года. Всего таких особо редких моделей было построено лишь 569 штук. В целом 327 являлся неплохим автомобилем. Несмотря на то, что его собрат 80-ти сильный BMW 328, появившийся годом ранее, считался более удачным автомобилем, 327 в своем классе все равно был самым продаваемым BMW. С начала выпуска и до приостановки производства в 1941 году было построено 1396 автомобилей базовой версии. После приостановки производства, связанной с разведением боевых действий на территории нацистской Германии, чудом уцелевший автомобильный завод BMW в Айзенахе в 1945 году возобновил сборку 327 модели. Однако позднее штаб-квартира BMW, находящейся в то время на территории ФРГ, из-за несанкционированного использования бренда подала протест на завод Вайзенахе, находящимся на территории ГДР. После 1952 года, в результате вызванного затяжного спора, связанного с правом собственности на марку BMW, в итоге было решено производимые в Айзенахе 327 обозначать уже под новой маркой AMV, а не под прежней маркой BMW. В конечном итоге бело-голубой значок BMW, тесно связанный с гербом Баварии, пришлось сменить на красный-белый значок AMV, связанный уже с гербом Тюрингии. Точных данных о количестве произведенных до 1952 года послевоенных BMW 327 не осталось. В 1955 году производство модели было уже прекращено окончательно. С красно-белым значком AMV было выпущено всего 505 автомобилей.